Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Очень надеюсь, что вы сохраняете бодрое расположение духа, потому что иначе быть не может, ведь мы продолжаем наблюдать рост доллара и, соответственно, ослабление рисковых активов. То есть мы придерживаемся прежнего взгляда, мы фиксируем профитные значения. Ну, правда, по некоторым валютным парам еще профит не достигнут. Но я думаю, что при сохранении той тенденции, которая сейчас разворачивается на финансовых рынках, окончание 2016 года будет очень результативным. Хочется отметить то, что сегодня мы, безусловно, еще раз разберем то, что является ключевым для финансовых рынков, чем сейчас площадки живут в плане резонанса от новостного фона и решения ФРС. Не забывайте о том, что в понедельник у нас будет возможность с вами встретиться в формате вебинара в 16.30 по московскому времени, где мы еще раз разберем подробно основные события этой недели и посмотрим, в принципе, как действовать дальше. Хотя вряд ли мы изменим прогнозы, поскольку все они сейчас полностью соответствуют тому, что происходит на рынке. И единственное, что мы актуализируем, так это то, что нужно, и дальше делать ставку на рост американца против рисковых активов. Начнем мы, давайте, сегодня, как и всегда, с нефти. Клоу вчерашнего дня 54.15, сейчас актив торгуется чуть повыше 54.26. Очень надеемся, что если развитие роста американской валюты продолжится, что, собственно, и мы наблюдали вчера, это станет причиной еще большего пресса на оппозиции и энергоресурсов. Но вчера нефть показала небольшой прирост. Я не хочу, чтобы эта динамика у вас сейчас пугала, потому что, в целом, из новостных событий в качестве поддерживающих факторов особенно-то выделить и нечего. Но единственное, что если двумя днями ранее, когда мы анализировали снижение цен на нефть в качестве одной из причин, мы обозначили увеличивающийся скепсис, ну, в частности, котировки нефти оказались под давлением, после того, как ОПЕК, сама организация, выразила сомнения по поводу возможностей реализации договоренностей, которые предполагают ограничению добычи. Вчера настроения снова изменились, и рынок стал поговорить о том, что уверенность, о том, что условия сделки будут соблюдаться, увеличивается. И локально, в основу таких ожиданий, были заложены, скажем, сообщения со стороны Кювейта, которые обратили к своим торговым партнерам и, в принципе, обозначили тот факт, что вынуждены сокращать, точнее, сократить отгрузку углеводородов с 1 января 2017 года. Поскольку Кювейт является одним из регионов участников данного соглашения, понятно, с чем это связано. Кювейт, стоит отметить, является также первым регионом, который начал, приступил к реализации этих договоренностей. Пока других мы отметить не можем, но для тех трейдеров, которые покупают нефть, может быть, какой-то позитив и появится вскоре. Но еще раз отмечаю то, что для долгосрочных трейдеров мы, скорее всего, не скоро сможем сделать четкие выводы о том, соблюдаются эти договоренности или нет. Это произойдет не раньше конца, на следующего месяца, когда мы снова будем говорить о фактических объемах добычи, которые зафиксированы и достигнуты в рамках всей Брежневосточной организации. Что касается котировок WTI, американского, собственно, сорта нефти, то восстановление этого актива можно связать еще с закрытием экспирации, опционных контрактов. Я думаю, что, возможно, факт того, что это произошло, действительно повлияло на то, что мы видели на рынке. Но все-таки, наверное, еще стоит отметить и технику после той распродажи, которая, собственно, была зафиксирована. А вот теперь, говоря про те факторы, которые выступают причиной давления на черное золото. Это сильный доллар, в этом никто не сомневается, а восстановление американской валюты продолжается. Индекс доллара переписывает многолетние максимумы. В принципе, мы видим, что происходит с доходностью в американских бумах. Этот тренд сохранится. И если мы говорим с вами про рост доллара, соответственно, мы говорим про давление на стоимость товарного сырья, цены которого, собственно, номинированы в американской валюте. И не забывайте о том, что сегодня у нас десерт, скажем, закрытие недели дня, это отчет Baker Hughes по количеству нефтяных платформ. Я не сомневаюсь в том, что сегодня мы с вами в 21.00 будем констатировать, что число терминалов выросло и перевалило за полтысячи штук. То есть, возвращаясь к нашей идее того, что добыча и топ-производство со стороны Соединенных Штатов Америки может отчасти компенсировать то снижение, которое будет зафиксировано в рамках ОПЕК. Ну и, разумеется, поддержать нашу идею, которая предполагает ослабление, все-таки долгосрочная котировка нефти. Я надеюсь, что со следующей недели мы, точнее, следующую пятидневку, мы стартанем, собственно, с распродаж. И очень верю в то, что сможем пробиться ниже планки 53.50 и, собственно, к следующему важному уровню, рубежу, это 50 долларов за баррель. И надеюсь на то, что поможет нам в этом сильная американская валюта. Рубль 61.80 против доллара. 62, как мы с вами предполагали, ближайшее сопротивление. При сохранении коррекции, возобновлении коррекционного движения нефти сегодня мы увидим все-таки реализацию этой цели. Также сегодня из важных событий для российского рынка стоит отметить заседание Центрального банка в 13.30 по московскому времени. Вряд ли ставку изменит. Ставка рефинансирования, напомню, сейчас находится на отметке 10%. Конечно же, исходя из тех условий, которые созданы на рынке, учитывая инфляционные ожидания, снижение логично было бы смягчить экономическую политику. Ну, думаю, что Центральный банк прекрасно понимает, насколько шатко то благополучие, которое сложилось на рынке энергоэсусов. И в случае чего коррекция нефти, рубль начнет девальвироваться. И, соответственно, такие тренды и такую динамику на российском валютном рынке лучше переживать в условиях более жесткой монетарной политики. Поэтому, не сомневаясь в том, что ставку оставят на 10%, возможно, это станет еще одним негативным фактором для курса рубля. Почему бы нет? И поддержит нашу идею того, что пара пойдет выше 62% против американцев. Евро против доллара. Здесь, думаю, что вы сами все прекрасно видите. История вершится перед нашими глазами. Мы стали свидетелями минимального значения за последние 14 лет. В частности, лоу 1.03.65. Это было зафиксировано. Сейчас актив котируется против доллара на отметке 1.04.37. Даже если вы делаете большой акцент на технический анализ, вы знаете то, что мы уже прошли ниже очень важного уровня поддержки, пробой которого, собственно, открывал дорогу к паритетному значению. И я надеюсь, что даже технари сейчас не будут спорить уже с тем, что паритетное будущее – это вопрос самого ближайшего времени. Факторов для ослабления евро куча. Я вам обещал то, что мы в ближайшее время подготовим, опять же, аналитический обзор с визуальным оформлением, который будет посвящен тематике, почему евро доберется до этого уровня, почему за одну единицу европейского валюты будет давать одну единицу американской. И я обозначил в формате, собственно, этот ролик уже записан, он появится на нашем канале на YouTube уже в понедельник. Вы все сами прекрасно посмотрите. Я надеюсь, что эти аргументы и доводы будут убедительными. Если нет, конечно же, как и всегда, буду рад обратной связи. Ваши позиции, в вашем видении рынка, поскольку она всегда для меня очень интересна. И, конечно же, золотую середину по любому инвестиционному решению можно найти только в том случае, если размышлять сообща в рамках всего нашего сообщества. Поэтому каждый раз, когда я обозначаю какие-то идеи, предлагаю вам все-таки присоединиться к обсуждению темы на том же канале на YouTube, либо на форуме Amarkets. Очень надеюсь, что вы эти советы не игнорируете. Поэтому не будем сейчас останавливаться на европейской валюте детальней. В целом понимаем то, что евро идет вниз. И, может быть, после пробоя уровня 1.05 и уже фиксирования минимального значения 1.03.65, сейчас под закрытие недели трейдеры предпочтут сыграть и на повышение. Но за следующей неделю мы снова будем говорить уже о продажах. Политет как остается целью, так и есть. Индекс потребительских цен. Из важных событий сразу по еврозоне сегодня стоит отметить. Если инфляция просядет в годовом выражении, напомню, что последняя цифра это 0.6%. Максимум за последние два года, но все равно очень-очень далеко от цели, которая обозначена в районе 2%. И если сегодня индекс окажется ниже этого значения, тогда мы снова будем говорить о том, почему же политика Европейского Центрального Банка не просто остается, а продолжит оставаться сверхагрессивной по Астиму. Доллар против японской иены. Здесь исключительная резонанса заседания ФРС, повышение процентной ставки, прекрасных прогнозов на будущие периоды, ожидание повышения процентной ставки трехкратно в 2017 году. То есть получается по планам мы с текущих 0.75 под занавес 2017 года можем вообще даже на ставку в 1,5%. Хотя есть ожидание того, что ставка будет даже еще выше. Эти ожидания сопряжены с президентством Трампа. В частности, в ходе вчерашнего выступления Джанет Керлин сделала акцент на то, что реализация инициатив, которые предполагают активное бюджетное стимулирование и реформирование системы корпоративного налогообложения, подразумевает, конечно же, более жесткие условия коммунитарной политики. Это говорит о том, что ставки будут повышаться 100%, и ФРС в этом плане будет уже более решительным. А вот что касается отчета, вы все сами прекрасно видите. Сплошной позитив, какой бы сектор мы с вами не взяли, у нас есть возможность поанализировать его с точки зрения прогресса и лучших показателей за последние множество месяцев, если даже не нескольких лет. Вот вчера с ней данные по заявкам на пособие по безработице с 254 тысячи, с 958. Тренд пребывания индикатора ниже 300 тысяч продолжается уже 92-ю неделю подряд. Я думаю, что такими темпами разменяем и 100 недель. Это лучший тренд с 1973 года. И так, собственно, американский сектор труда не чувствовал себя очень давно. Поэтому ФРС поставила в качестве ближайшей цели возможность снижения уровня безработицы даже до 4,5%. Я верю в то, что американской экономике удастся быть настолько динамичной в плане развития, что задействует большее количество свободных трудовых ресурсов, в которых экономике присутствует. Индекс потребительских цен еще более стоящий. Индикатор прирост 0,2% в месячном выражении лучшее значение с августа. 1,7% в годовом, то есть уже совсем недалеко до 2%. 1,7% это лучшее значение за последние 2 года. И вы представляете, что такой прогресс, он является пока что только следствием ожиданий. А когда дело дойдет до практических действий после иннаугурации Трампа, я уверен, что прогресс будет еще более выражен. Какие выводы можно сделать? Самое простое, что можно сказать, то, что доллар продолжит расти. Это так. Я не сомневаюсь в том, что доллар продолжит расти. Даже если у вас есть скепсис в этом, посмотрите на то, что происходит с долговым рынком. Десятилетки американские торгуют сейчас на доходности в 2,6%. Это один из самых лучших результатов, которые показывают облигации развитых рынков. Ну а по надежности с американским трежей скомпулировать не может никто. Поэтому приток средств будет и дальше способствовать росту доллара. Против иены. Сейчас заманчиво, конечно же, поставить на отметку 120. Я могу сказать для самых рискованных трейдеров, которые любят играть в Аббанк, то, что 120 мы непременно коснемся. Но вот можете считать меня трусом, но лично я торговать текущих у значений побаиваюсь по паре доллар-японской иены. Если лучше трус, наверное, неправильное слово. Консерватор так более лаконично и, наверное, приемлемо более. Я надеюсь, что среди вас есть как трейдеры, которые разделяют консервативную политику, так и трейдеры, которые склонны к агрессивной торговле. Если вы представитель второй категории, нужно ставить на рост доллара и цепляться уже за отметку 120. Если вы все-таки считаете, так же, как и я, что сейчас очень велика вероятность отката, прежде чем мы найдем какой-то уровень поддержки, чтобы двинуть уже с новыми силами к отметке 120, тогда лучше ждать. Я вообще планирую, что без появления каких-то дополнительных сигналов вообще лучше остаться сейчас по паре доллара и японская иена в стране. Ну, в конечном счете, решать, конечно же, вам. Фунт против американца. Здесь давайте пробежимся в двух словах. По отчетам. Роничные продажи вчера, которые вышли, 5,9 с 7,2 годового выражения спад в месячном 0,2 с 1,8. Еще более серьезный спад. Практически в 10 раз хуже, чем в прошлое значение. Ставка 0,25 оставлена на прежнем уровне. Объем выкупа активов 435 миллиардов фунтов. Что касается голосования, то большинство, не большинство, а единогласно, 9 голосующих членов выступили против внесения каких-либо изменений в текущий курс монетарной политики. Интересными были заявления, которые можно еще связать с тем, что мы слышали от господина Карни, который возглавляет британский регулятор. То, что политика будет оставаться стимулирующей. И вот важный момент, что Карни сделал акцент на то, что не стоит строить инвестиционные идеи по трейдингу на пункту, исходя из высоких инфляционных ожиданий и предположения того, что Банк Англии за этого будет повышать процентные ставки. Он еще раз напомнил то, что британский регулятор исходит из долгосрочных рисков и не обращает внимания на краткосрочные. Долгосрочные риски – это последствия Брекзита. И, конечно же, реагировать на всплеск индекса потребительских цен, на всплеск инфляции из-за логичного ослабления фунта, сейчас, конечно же, британский регулятор не будет. Поэтому о повышении процентной ставки сейчас речи не идет. Скорее всего, мы увидим новые стимулы и экономические стимулы. Если они будут анонсированы, то произойдет это до марта уже 2017 года. В частности, в январе мы получим окончательное решение Верховного суда Великобритании по поводу процедуры Брекзита. Считается то, что все-таки, даже если и конечное слово будет за парламентом, а не за правительством Англии, парламент не будет противиться инициированию 50-й статьи, потому что за, собственно, это и за выход Англии из состава Европейского союза уже проголосовало британское население. Это конституционное право, которое было реализовано в формате народного воли заявления, и идти против этого мнения никто не будет. Поэтому я предлагаю вам благополучно настраиваться на негатив по британской валюте. И мы видим то, что фунт уже снижается, реагируя пока что на сильный доллар. А вскоре в игру вступятся еще и негативные факторы, связанные с Брекзитом. Поэтому мы с вами пойдем к нашей с вами долгосрочной цели 1.21.1.20. Мы уже в сделке по продаже с фунта, потому что я предлагал вам продавать эту пару, как только мы приблизимся к отметке 1.25. Австралиец против доллара снижается, новозеландская валюта также падает, реагируя на сильный доллар. Что касается пары USD с виси, мы сейчас видим котировки доллара против франка на отметке 1.0277, евро с виси на отметке 1.0723. Вчера состоялось заседание Национального банка Швейцарии, где председатель НБАШ Джордан сделал снова акцент на то, что франк остается перекупленным, то, что Национальный банк Швейцарии не является заложником действий, предпринимаемых европейским центральным банкам, а исходит из чисто прагматичных порывов, связанных с тем, что прежде всего ключевая цель – это ослабление курса национальной валюты. Поскольку на еврозону приходится больше 60% национального экспорта, конечно же, монетарное руководство Швейцарии вынуждено корректировать и подстраивать свой курс под те тенденции, которые происходят с европейской валютой. Это снова возвращает нас к идеям валютных интервенций и, в принципе, о них также было, по ним много чего сказано. Важно то, что активность Национального банка Швейцарии продолжится и дальше. Поэтому 1,07 по паре евросвейсий держим как уровень поддержки, понимая то, что при его тестировании, что вполне вероятно на фоне ослабления европейской валюты, мы увидим более активные действия, опять же, интервентного характера со стороны руководства Национального банка Швейцарии. Поэтому пара, получив вскоре в ближайшее время необходимый фонд для поддержки, пойдет в район нашей цели 1,08. Пожалуй, с этой идеей нам, наверное, придется еще какое-то время пожить, но уверен, что профит будет и по ней. Собственно, на этом все. Про американский фондовый рынок мы уже с вами говорили. Наша цель остается неизменной. Мы ждем то, что S&P пойдет в район 2,300, может быть, даже повыше. И произойдет это благодаря политике Трампа. Золото у нас продолжает снижаться. 1,131 доллар за тройскую унцию. Наша с вами цель агрессивная. Это 1,100. Я думаю, что также сможем до нее добраться. Не забывайте про бонусную акцию, которая действует в рамках компании Amarkets. Это бонусное выполнение в размере 20,17. Он доступен всем клиентам компании Amarkets и предназначен, чтобы вы увеличили покупательскую способность ваших депозитов. Надеюсь, что многие из вас уже им воспользовались либо воспользуются до конца 2016 года. На этом, собственно, все. Впереди выходные. Очень хочу, чтобы прошли они замечательно. Очень хочу, чтобы в понедельник вы вернулись на рынки вместе со мной с хорошим настроением. И очень хочу верить в то, что хорошее настроение, оно уже то, что движет вами. Потому что если вы придерживались тех целей, которые я вам рекомендовал, вы смогли заработать очень неплохие деньги. На этом давайте тогда закругляться. Если есть вопросы, либо вам есть что сказать, пожалуйста, каналы Коммуникации Прежний, YouTube и форум Amarkets. С удовольствием отвечу на любой из них. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok